Добрый день, дамы и господа, сегодня у нас 21 сентября 2023 года, у микрофона Леон Вайнстейн, город Лос-Анджелес, Калифорния. Я, честно говоря, долго думал, как назвать сегодняшнее мое выступление, монолог, вот даже записал себе несколько названий, типа там, например, не плюй в колодец, или, значит, парень, кум, или как там, ты что, с ума сошел, или ты же вроде не дурак, почему ты такой идиот. И вот последнее, что мне пришло в голову, это мы ненавидим людей за то зло, которое мы им причинили. И причиняем. А, может, значит, закончу запись, потом придумаю еще другое название, но давайте все-таки, что называется, по порядку. Только что прошло интервью президента Украины Зеленского, американской сети ABC, в котором он развил кое-какие мысли, уже высказанные им в речи на Ассамблее Организации Объединенных Наций. Но так эти кое-какие мысли касались президента, бывшего президента США Доналда Трампа, то мы и начнем с ситуации внутри политической жизни в США, а потом перейдем, плавно перейдем к Зеленскому, потому что это имеет непосредственное отношение к тому, что он проделал или проделывает. Внутри республиканской партии отрыв Трампа от конкурентов на номинацию увеличился до 47%. Как мы с вами обсуждали, лидирующая тройка кандидатов – это Трамп, Десантис и Вивек. Я почти не ошибся в раскладке, когда сразу же после дебата сказал, что у Трампа будет 60%, Десантис – 10-12% и приблизительно немножко меньше Вивека. Вот с Вивеком я ошибся и вместо 10%, которые я ему предлагал, предполагал. На самом деле у него 6%. Похоже, что надежды кандидатов обыграть Трампа в Айове и Нью-Хэмпшире уменьшаются не по дням, а по часам. Итого, скорее всего, скорее всего, если что называется, не произойдет какой-то вселенской истории, не грянет чего-то буря, Трамп будет представлять республиканскую партию на выборах. С другой стороны, положительный рейтинг у Байдена упал с 43% в прошлом месяце на 41% в этом. Если выборы произошли бы прямо сегодня, то, так сказать, если бы только два человека – Трампа и Байден – вышли на финишную прямую, то, похоже, у них было бы по 45% голосов выборщиков. Ну, реальная жизнь на самом деле отличается от теории, и в гонке будут также участвовать представители партии «Зеленых» и, скорее всего, партии «Единения», которую сколачивает Либерман. Когда учитываются голоса, которые уходят вот этим малым партиям, то они больше уходят от демократов, чем от республиканцев, и у Трампа возникает преимущество. А нам известно, что даже когда голоса раскладываются пором, это означает победу республиканцев. Ну, мы уже несколько раз об этом говорили, и я не буду об этом больше рассказывать и повторяться. То есть, возможно предположить, правда, что в 2024 году у Трампа есть достаточно серьезный шанс стать президентом Соединенных Штатов Америки. Как минимум 50% шанс, да, или там даже чуть выше. То есть, это, если у тебя есть какое-то IQ, то можно предположить. И вот теперь вернемся к Владимиру Зеленскому. На сегодняшний день Западный мир, значит, с лидером США подставляет Украине оружие достаточно, чтобы Украина не проигрывала, но недостаточно, чтобы она выигрывала. Вот, значит, но сегодня я не буду говорить почему, что, как, потому что мы уже много раз обсуждали, будем, наверное, еще обсуждать об этом. Многие говорят, ну, так сказать, но я-то сегодня о другом разговариваю. Я разговариваю о Зе. Вот представьте себе, что вы на месте Зеленского. Вы понимаете, что война может продлиться, ну, дольше, чем год. Пойти дальше, дольше, чем выборы в Соединенных Штатах Америки в ноябре будущего года. И вам нужна будет помощь Америки, мира, Америки, называйте кого угодно. Без Америки мир ничего, так сказать, делать не будет. А и после ноября 2024 года, даже вы можете себе представить, что, возможно, и после января 2025 года все решения, вот, в Белом доме принимает новый президент, а вам все еще нужна американская помощь. И этого нового президента, может быть, с 50-ти процентной вероятностью будут звать Дональд Джей Трамп. Стали бы вы, вы, не Зеленский, вы, делать все возможное, чтобы этот человек, который уже вас не любит, и у него есть за что вас не любить. Потому что вы, ну, как минимум два раза из того, что я знаю, серьезно поставили ему подножку. Стали бы вы раздражать его до состояния, при котором вам просто захочется, чтобы вам стало плохо. Захочется, чтобы вам стало плохо. А вы президент страны, и больше, и не меньше как. Не просто вот не любит, да, так сказать, там, как помидоры, там, любишь, а так нет. Кушать люблю, а так нет. А чтобы, вот, действовать так, чтобы возбудить его ненависть. Вот подумайте два раза, прежде чем ответить. Что же делает президент Украины Владимир Зеленский? В интервью, которое транслировалось по всему миру, ABC, это серьезная организация, он требует, чтобы Трамп объяснил, каким образом он собирается установить мир в Украине. Вот, вы сказали, обращается Зеленский к Трампу, и, значит, говорит, эй, Трамп, ну, он не говорил эй, но, так сказать, приблизительно вот так, да? Ты говоришь, что за 24 часа ты можешь установить мир между Россией и Украиной, положи доказательства на стол. Но я допускаю, что вас лично, как граждан, как людей, которые болеют за Украину, интересует, каким образом Трамп предлагает установить мир, предполагает установить мир между Россией и Украиной. Вернее, не установить мир, нельзя, закончить войну. Это разные вещи. Наверное, вы задаете тот же самый вопрос сами себе, своим друзьям, да? Но только Зеленский, он не простой гражданин. Он представляет страну. Он устанавливает отношения, значит, между его страной и другими странами. А мы точно знаем, как личные отношения, какую роль, огромные личные отношения имеют в международной политике. Ну, может быть, вы скажете, что Трамп имеет в виду отдать России часть Украины. Я не знаю, честно, не знаю, что имеет в виду Трамп. Он мне не рассказывал. И я только знаю, что этот человек уже несколько раз у меня на глазах делал невозможное. Когда-то он сказал, что, значит, подпишет договора между Израилем и несколькими мусульманскими странами. Над ним смеялись. Говорили, что он, может быть, какое-то одно, он и уговорит, какие несколько, о чем он вообще говорит. Говорят, говорили приблизительно то же самое, что сейчас, он ничего не понимает в Ближнем Востоке. Восток дело тонкое. Те, кто не заметил, пожалуйста, обратите внимание, что Трамп привел Израиль к подписанию пяти мирных договоров с закрятыми врагами. Когда он сказал, что Северная Корея не будет страдать ракетами в сторону Японии, не будет проводить ядерные испытания, то ему сказали, что он сошел с ума. Зачем он раздражает этого, значит, диктатора? Тот сейчас, значит, на его раздражение Трамповский ответит ядерным ударом там по Сеулу и тому подобное. Огромное количество экспертов рассказывали, что это сделать невозможно. Значит, после того, как Трамп четыре месяца вел свою политику с Северной Кореей, страна перестала делать то, что Трамп сказал, она перестанет делать. Кстати, значит, вспомним выборы. Кто из вас предсказывал, что Трамп выиграет у Клинта, который был, корона просто ей принадлежала, да? Место принадлежало, так сказать, все, ее. Вот сколько человек из вас говорили, что это возможно? Одним хохотали, когда говорили, куда он поехал? Ха-ха-ха! Эксперты. Где они, эти эксперты? Кстати, насчет России. Заметили ли вы, куда вторгалась Россия во времена правления Трампа? Я не имею в виду сейчас первые, там, шесть-девять месяцев. Они сначала попробовали оттяпать нефтяной заводик в Сирии. Помните, что случилось? Потом российские самолеты распылили давитые газы на Ближнем Востоке, тоже в Сирии. Уже не помню, что было еще. Была какая-то третья история, после чего Россия замолчала. Заткнулась. Никуда не дергалась. Кто-нибудь предполагал из экспертов, из вас, что так будет? При Обаме дергалась. При Буша, Боже, при Байден дергалась, при Буша, кстати, перестала, остановилась в Грузии. А тут замолчала. Помните ли вы обещание Трампа сделать Америку самой энергоэкспортирующей энергетику страной в мире? И обрушить цены на нефть? Вот хочу вам сказать, что в Иране, в России и Венесуэле над этим смеялись, 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 а потом стали плакать. Трампа обещал и сделал, хотя ему опять предрекали полную неудачу. Вот почему каждый раз, когда Трамп что-то говорит, он неординарный человек. Ему говорят, да, он просто это все делал, но вот это никогда. Я могу привести множество еще примеров, в которых эксперты и умные люди, типа мы с вами, которые рассуждают о международной политике, говорят, что это невозможно. Ну, или возможно только одним способом. А Трамп находит другие способы, которые эффективно решают проблемы, которые мы с вами считали решить невозможно. Я не знаю, как Трамп собирается решать проблему России и Украины. Я не знаю, займет ли это 24 часа или больше, или может быть меньше, чем 24 часа. Я знаю только одно. Руководители страны, которые полностью зависят от другой стороны, не имеют права вызывать ненависть у того человека, который, возможно, эту страну возглавит. Это не глупость. Это дальше глупости. Еще одна печальная, к сожалению, деталь. Украинская дипломатия обязана предпринимать все возможные шаги к тому, чтобы руководители Конгресса, коим являются республиканцы сегодня, получили ответы на все свои вопросы и понимали, зачем Америка тратит серьезные деньги. Вот сейчас решается вопрос о выделении дополнительных 24 миллиардов долларов военной и прочей помощи. Зеленский в Вашингтоне, руководитель Конгресса Маккарти, говорит, я против новых финансовых вливаний в Украину, пока украинская сторона не объяснит и не покажет цифрами, куда потрачены предыдущие средства, которые вы им посылали. Вы думаете, украинское руководство пытается решить этот вопрос и показать Маккарти и Конгрессу, куда они девали средства, которые они получали? Зеленский в своей речи сказал, мы на финишной привой. Нам не хватает еще чуть-чуть помощи, дайте нам еще денег и оружие, и мы быстро все закончим. А все знают, что это не так. Хотел сказать слово вранье, но потом решил договорить, расскажу. Не так. Как вы думаете, руководители Конгресса США будут легко расставаться с еще 25-50-100 миллиардов долларов? Возможно, это и небольшой процент от общего американского бюджета, но со всех точек зрения это большие деньги. Вы думаете, они будут легко с ними расставаться, если они не будут понимать, куда они идут, что с ними происходит, что на них покупают, каким образом это помогает Украине защищаться и выживать? Я правда подозреваю, что Украина не может отчитаться за полученные деньги. Я уверен, что она не может отчитаться даже за половину этих денег. Судя по тому, как покупались яйца, гаубицы, жилеты для военнослужащих, максимум, за что Украина сможет отчитаться, это за четверть выделенных средств. А может и того меньше. Вы можете сказать, что в Афганистан американцы поставляли намного больше денег и оружия, что там стояла американская армия. Но это никакого отношения не имеет к Украине. Вы можете ранглировать цифрами сколько угодно. Америка пошла в Афганистан искоренять мировое зло. Америка не пошла в Украину искоренять мировое зло. Не думайте о других. Не думайте о других. Думайте о себе. К сожалению, Украина делает ошибку за ошибками. Недавно я рассказывал о провале украинской дипломатии на собрании 20 самых мощных экономик мира. Сейчас откровенная глупость во время повестки в Америку. И я прекрасно понимаю, что Зеленского толкают на это демократы. Я прекрасно понимаю, что весь офис Зеленского жирует за счет связи с демократами. И я думаю, что они делятся тем, что доходят до Украины. Ведь надо думать хотя бы на полшага вперед. Вы же все-таки не просто воры в законе или без закона. Вы все-таки руководители страны. Вы часть этой страны. Там живут ваши друзья, ваши дети, ваши кумовья. Там смыть там я. Я не знаю, как они называются. Надо иногда иметь яйца. И говорить, вот этого я сделать не могу. Потому что по отношению к моей стране это будет неправильно. Но, как говорится, рожденный плясет не сможет преподавать астрономию. И еще. Похоже, что в Украине заменили профессионалов на кумовьев. И вот эти вот кумовья, они просто не понимают, что они делают. Их поставили воровать. Их поставили продвигать клановые интересы. Они ничего не понимают, что они делают. Зато они набивают себе карманы. И когда станет, если станет горячо, а горячо может стать, они отвалят свои виллы в Дюбае или Ницце. Или под Ницей. Где помоднее. Я действительно очень хочу, чтобы Украина выиграла эту войну против России. И сумела бы освободиться от кровососов, которые сели во главе всех департаментств и ведомств этой страны. И как я уже много раз говорил. Вот свою независимость от России Украина уже завоевала. Опять, я не знаю, в каких границах. Господа, так сказать, да, 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 в тех самых, которые вы хотите. Для меня, для моей соображения, которые вы сказали, это опять неважно. Она завоевала право, так сказать, быть независимой от России страны. Боюсь, что утверждившись в границах, в тех границах, в которых она утвердится, Украина станет таким же рабо-владельческим государством, каким сегодня является Российская Федерация. Единственное, что там будут говорить на мове, а не на языке, и ходить без георгиевских ленточек. А все остальное, я очень боюсь, будет напоминать. Вот. На этом все, господа. Я не знаю, какой совет вам дать, потому что... Ну, не знаю, да. Я, что называется, что вижу, а там пою. Был у меня на моей пушке, на которой я служил водитель, который марокканский, который... А там же связь, значит... И только мы выезжали, он разгонялся, значит, там, бомба ухабом, и он вдруг начинал петь на каком-то непонятном нам всем языке. Мы его вытащили, а мы говорим, что ты поешь? Он говорит, что вижу, то и пою. Что вижу, то и пою. До свидания, господа.